Язык танца, он выражает иногда больше, чем выражают слова. Анна Каренина – самый экранизируемый в мире роман. Существует больше 30 экранизаций его. В фильме американском, где играет Анну Каренину несравненно Вью Йен Ли, танцует вальс. В фильме 1997 года, где Анну Каренину играет Софи Марсо, танцует вальс. Лучшей мировой экранизацией, безусловно, Александра Зархи, где Анну Каренину играет Самойлова, а Воронского играет Луновой, танцует вальс. Почему вальс? Потому что вальс – самый эротичный танец. Они танцуют не вальс в романе, и не должны они танцевать. Мазурка – это главный танец на балу, на котором решались судьбы, на котором заключались браки. Это два часа, которого девушки ждали иногда всю предыдущую жизнь. И Китти, конечно, ждала Мазурки. Она ждала, что Вронский пригласит ее на Мазурку. То есть все уже происходит во время танца, все уже происходит, что потом произойдет в романе. И уже можно предчувствовать гибель Анны. Почему она бежит с балла? Потому что она боится. До этого Анна казалась ей прелестной, изумительной, с блестящими глазами, с обворожительной улыбкой. А здесь она смотрит на нее, и она видит, что в ней есть что-то бесовское. Но я постоянно сталкивался с тем, что даже люди, которые читали этот роман, часто неточно, неправильно, превратно понимают его сюжет и его смысл. Я являюсь таким фанатом, что называется, Анны Карениной. Я перечитывал этот роман восемь или девять раз. И однажды я решил, что нужно написать книгу, где рассказать подлинную историю Анны Карениной, как я ее понимаю. Не секрет, что, пожалуй, самый известный роман о любви в мире – это роман Льва Николаевича Толстого, Анны Каренина. Больше того, многие известные писатели считали, что это лучший мировой роман вообще. Когда Владимира Набокова однажды спросили, какой лучший русский роман, он сказал, ну, конечно, Анна Каренина. Потом задумался и добавил, а, собственно, почему столько русский, и мировой тоже. Когда Уильяма Фолкнера попросили назвать три лучших, на его взгляд, мировых романа, он сказал «Анна Каренина», «Анна Каренина» и еще раз «Анна Каренина». Анна Каренина – самый экранизируемый в мире роман. Существует больше 30 экранизаций его. И, в общем-то, сюжет Анны Карениной все знают. Светская дама изменила мужу с гвардейским офицером. Любовь оказалась несчастной, она бросилась под поезд. И даже те, кто не читали этот роман, знают, в общем-то, сюжет. Но я постоянно сталкивался с тем, что даже люди, которые читали этот роман, но давно его не перечитывали, часто неточно, неправильно, превратно понимают его сюжет и его смыслы. Я являюсь таким фанатом, что называется, Анны Карениной. Я перечитывал этот роман 8 или 9 раз. Однажды я решил, что нужно написать книгу, где рассказать подлинную историю Анны Карениной, как я ее понимаю. Понимаю на сегодняшний день. Потому что каждый раз, перечитывая этот роман, я испытывал ощущение, что я читаю совершенно другой роман. Я понимал его абсолютно по-другому. Сегодня мы поговорим о такой очень важной для романа теме, как язык танца. Мы поговорим о одной из ключевых сцен романа, бале, на котором Анна танцует с Вронским и тем самым наносит смертельное оскорбление Кити Щербатской, которая влюблена в Вронского и надеется, что он сделает ей предложение. Вообще в романе несколько ключевых сцен. Ну, скажем, встреча Анны с Вронским в вагоне поезда, когда он встречает свою матушку, а Стива Облонский встречает свою сестру Анну. Причем тоже интересный момент. Вот я уже сказал, что многие, кто читают этот роман, считают, что они как бы понимают, что там происходит, а оказывается, что все не так. Даже известные литературы веда, я с этим сталкивался, пишут, что впервые Анна познакомилась с Вронским в вагоне поезда. Это абсолютно не так. Она была уже знакома с Вронским, они были уже знакомы в Петербурге. И просто они встречались в салоне Бетси Тверской, кузины Вронского. Но просто в Петербурге Вронский почему-то не замечал Анну, а в вагоне заметил. Это загадка почему. Ну, другой, безусловно, ключевой сценой является встреча Анны со своим мужем уже в Петербурге, когда она возвращается в Петербург, а до этого встреча с Вронским на станции Балагоя в Метель, где он объясняется ей в любви. Ну и, конечно, сцена, когда она бросается под поезд, но одной из ключевых, безусловно, сцен романа является сцена московского бала, на которой Анна является в черном платье, с жемчугом и с Анютиными глазками в волосах, цветы Анютины глазки в волосах. Кстати говоря, Толстой увидел это украшение на старшей дочери Пушкина Марии Гартунг на Тульском вечере у генерала Тулубева, где была Мария Гартунг, где Толстой впервые увидел ее. Вот она была одета так, как была одета Анна на московском балу. Почему это ключевая сцена? Потому что в это время решается, собственно, вся дальнейшая судьба Анны. Вронский безоговорочно влюбляется в нее, он оказывается в полной власти, и когда потом она бежит из Москвы, она уезжает раньше времени, он едет за ней, они встречаются в страшную такой метель, значит, на станции Балагой, она спрашивает, зачем вы едете, он говорит, я не могу не ехать, я должен быть там, где находитесь вы, в общем. И дальше-дальше все происходит, то, что происходит. Почему очень важен язык танца? Когда вот спрашиваешь людей, вроде бы даже читавших давно этот роман, а, собственно, какой танец танцует Анна с Вронским на балу? Очень многие отвечают, что вальс. Почему вальс? Ну, потому что вальс танцуют практически все актрисы и актеры, которые играют Анну Каренину в многочисленных, повторяю, больше 30 экранизациях Анны Карениной. Одна из первых экранизаций, если не ошибаюсь, 1927 года, она называлась «Любовь», но это как бы по мотивам Анны Карениной, там играет изумительная Грета Гарба, совсем еще молоденькая, танцует вальс. В фильме американском, где играет Анну Каренину несравненно Вьон Йен Ли, танцует вальс. В фильме 1997 года, где Анну Каренину играет Софи Марсо, танцует вальс. Ну, ладно, это иностранная версия, как бы им простительно. Но и в трех русских экранизациях Анны Карениной. Лучшей мировой экранизацией, безусловно, Александра Зархи, где Анну Каренину играет Самойлова, а Вронского играет Лановой, танцует вальс. В экранизации Сергея Соловьева, где играет Татьяна Дробич, Анну Каренину танцует вальс. И в последней экранизации Карена Шахназарова, где Лиза Боярская играет Анну Каренину, танцует вальс. Почему вальс? Потому что вальс, вальс самый эротичный танец. Партнеры стоят очень близко друг к другу. Он держит одной рукой за талию, другую за руку. Они кружатся в вихре. Это очень выгодно с точки зрения кинематографии. И они танцуют не вальс в романе. И не должны они танцевать. Вальс он как раз танцует с Китти. Вообще распорядок танцев на светских балах был очень четкий. Бал начинался с полонеза. Полонеза – это такой длительный, очень ритуальный, довольно скучный танец. Ну, может быть, танцемейстер и знатоки танцами не осудит, но не самый, скажем так, интересный танец. Такой разогрев. Гости обходят, дамы с кавалерами обходят зал либо двумя линиями, либо так называемым квадратом. Он длится очень долго. Гости приезжают, могут включаться в этот танец посередине. Ну, там были свои, так сказать, какие-то игровые моменты, например, отбивание дамы. Кавалер мог подбежать к паре, хлопнуть в ладоши и отбить даму. Кавалер, у которого отбили даму, подбегал к другому, к другой паре отбивал даму и так далее, и так далее. Это такая игра была. Ну, в общем, это такой ритуальный танец. Вот после этого начинался вальс. Иногда даже некоторые балы обходились без полонеза, именно в силу того, что он считался ритуально достаточно скучным. После этого начинался вальс. Вальс Вронский танцует с Китти. Танцует с Китти. Но сначала Китти танцует вальс с дирижером, балой Егорушкой Корсунским. Это как бы честь ей, потому что он лучший танцор. Лучший танцор, он приглашает Китти, он выделяет ее таким образом. Они танцуют, и в этот момент появляется на балу Анна. И Китти немедленно говорит Корсунскому, чтобы он отвел ее к Анне. Почему? Потому что Китти уже обворожена Анной. У них до этого составился разговор. Китти расхваливала ей Вронского. Китти ей посоветовала явиться на бал в лиловом платье, но Анна пришла в черном. Если бы она пришла в лиловом, это было бы пошло. Она пришла в черном, который подчеркивал ее изумительную фигуру. И Китти идет, Корсунский подводит Китти к Анне. Они начинают разговаривать. В этот момент появляется Вронский. И идет к ним. Вронский уже, безусловно, влюблен в Анну. И все его мысли заняты только Анной. Только Китти еще об этом не знает. И это очень опасный момент. Потому что если сейчас Вронский пригласит на вальс не Китти, а Анну, это будет, конечно, оскорблением для Китти. Потому что Китти ждет приглашения от него. А до этого Анну пригласил Корсунский. И Анна произносит свою такую фирменную фразу, что я не танцую тогда, когда можно не танцевать. Но когда она видит, что приближается Вронский, она соглашается танцевать с Корсунским. Потому что она хочет избежать опасной ситуации. Опасной ситуации. Дело в том, что приглашать на вальс малознакомую даму, это, в общем, компоритировать ее. С Китти Вронский знаком достаточно близко. Он часто бывал в доме Щербатских. Их считают уже практически там женихом и невестой. А с Анной они мало знакомы. А присутствующие гости и вовсе не знают, что они там встретились в вагоне, что до этого они еще в Петербурге познакомились. Поэтому Анна идет танцевать с Корсунским. А Вронский приглашает Китти. Вот это и есть язык танцев. Важно не то, что говорят, а то, кто кого пригласил и какая дама согласилась с кем танцевать. Поэтому вальсирует он все-таки с Китти, а не так, как в кино с Анной. После вальса шла череда таких коротких танцев кадрилей. И кадриль, он танцует в Ромске тоже с Китти. Больше трех танцев дама с одним кавалером танцевать не могла. То есть оставался еще один танец. А после кадриль шла мазурка. Мазурка – это главный танец на балу. Поэт и прозаик Евдокия Ростопчина писала, что мазурка – это главный танец, на котором решались судьбы, на котором заключались браки. Это два часа, которого девушки ждали иногда всю предыдущую жизнь. И Китти, конечно, ждала мазурки. Она ждала, что Вронский пригласит ее на мазурку. Почему мазурка? У мазурки достаточно сложный язык. Вообще, это очень сложный танец. Это танец, в котором происходит как бы такое завоевание кавалером дамы. Там есть свои фигуры, например, хромое па. Это как бы означает ранение в бою. Или, например, кавалер становится перед дамой на колено, на одно колено, и обводит ее вокруг себя. Тем самым он как бы показывает, что он ее защитник. Он берет на себя ответственность за нее. То есть это главный танец на балу. Но дело даже не в этом. Да, и во время этого танца, во время вальса не поговоришь, потому что это кружение, он достаточно, так сказать, энергичный, такой, быстрый. А вот во время мазурки, во время полонеза никаких интимных разговоров не велись. Велись непринужденные разговоры. А вот во время мазурки позволялось вести интимные разговоры, в том числе объясняться в любви. Ну, конечно, делать предложение во время танца нельзя, но после мазурки, это был такой заключительный танец первой части бала, после мазурки все шли к ужину. И те пары, которые танцевали друг с другом, они шли ужинать вместе. И вот там мог состояться любой разговор, в том числе и предложение руки и сердца. И Китти ждала, безусловно, этого. Она ждала мазурки, чтобы участвовать вот в этом ритуальном танце, где Вронский будет ее кавалером, который ее завоевывает, где он, возможно, наконец, признается ей в любви и, может быть, даже после этого сделать ей предложение. А Вронский приглашает Анну. И это, безусловно, страшное предательство и Вронского, и Анны по отношению к Китти. Он приезжал в дом Щербатских, он любезничал с Китти, он понимал, что она влюблена в него, но он не думал на ней жениться. Толстой прямо об этом пишет. Вронский принадлежал к той породе блестящих гвардейских офицеров, которые, в общем, не стремились, особенно к браку. Любовные утехи у них были на стороне. Ему было приятно, что такая молоденькая, красивая, чистая девушка в него влюблена, но жениться на ней он, конечно, не собирался. Просто Китти об этом не знала. И для нее это страшное предательство. А со стороны Анны это просто страшный удар, потому что буквально недавно они в доме Щербатских разговаривали с ней. Анна рассказывала ей, какой замечательный Вронский. А почему она рассказывала? Потому что она ехала в поезде из Петербурга в Москву с его матушкой, старой графиней Вронской. И та всю дорогу и рассказывала про своего младшего сына Алексея. Какой он замечательный, какой он благородный, какой он умный, какую он карьеру сделает. И Анна в тех же словах, в общем, пересказывает это Китти. Какой прекрасный Вронский. Она понимает, что Китти влюблена в Вронского, что Китти надеется на брак с ним. И когда Анна танцует мазурку с Вронским, для Китти это страшный удар до такой степени, что она ведет себя так, как не подобает девушке вести себя на балу. Она, в общем, заплаканными глазами отходит в сторону. Она отказывается с кем-либо танцевать. Так что даже графиня Норстон, понимая, что девушке так себя вести на балу нельзя, говорит Корсунскому, чтобы он пригласил ее. Она все-таки танцует мазурку с Корсунским. Но это уже не честь для нее. Это уже позор для нее. Потому что она должна была танцевать с Вронским. И Китти смотрит на Анну уже совсем другими глазами. Вот во время мазурки она смотрит на Анну совсем другими глазами. До этого Анна казалась ей прелестной, изумительной, с блестящими глазами, с обворожительной улыбкой. А здесь она смотрит на нее, и она видит, что в ней есть что-то бесовское. Вот у Толстого впервые появляется это определение по отношению к Анне что-то дьявольское, что-то бесовское. Есть в Анне. До этого мы этого не видели. Вообще, это одна из особенностей романа Толстого, которую нужно понимать. Почему эпиграфом к роману стоит вот это библейское выражение «Мне возьмись, диас, воздам». То есть судить может только Бог. Ну, это понимает так, что всех героев мы не должны судить, их может судить только Бог. Это правильное, в общем, понимание эпиграфа. Но есть и другое, еще более тонкое понимание этого эпиграфа. Сам Толстой нигде не судит своих героев. И не только не судит, он не характеризует их от себя. Он очень редко характеризует их, как бы, от автора. Он характеризует всегда героев глазами других героев, причем разных персонажей, с разных точек зрения их показывает. А мы уже сами должны делать вывод, что это за человек. И вот Анну мы тоже видим разными глазами. Мы сначала видим глазами ее матери Вронского, которой она очень понравилась. Потом видим ее глазами самого Вронского, который вдруг заметил ее, в Петербурге не замечал. А здесь в вагоне вдруг увидел эту даму, прошел мимо нее и сразу обернулся, потому что он что-то почувствовал, что что-то есть в этой женщине. И увидел ее совсем другими глазами. Потом мы видим ее глазами Доли. Ведь Анна приехала... Зачем в Москву? Она приехала спасать своего брата. Потому что Стива изменил Доли. Доли собирается с ним разводиться, уезжать из дома. Стива послал телеграмму сестричке. Она приехала спасать семью и спасать братика своего. И, в общем, она спасает, она примеряет их. Мы видим ее глазами Доли. Потом мы видим ее глазами Кити. Потом мы видим ее глазами Вронского на балу. А потом мы снова видим ее глазами Кити, но уже совсем другими глазами. Она видит в ней что-то дьявольское и бесовское. И Анна понимает, что она совершила в общем преступление. Поэтому она бежит с бала. Ее пытаются остановить, но она только приехала в Москву, так сказать, появилась на балу. Почему сразу уезжать? Нет-нет, она убегает с бала, и она срочно уезжает из Москвы. Хотя она не собиралась так рано уезжать. Она собиралась оставаться там подольше. Она бежит из Москвы, но уже поздно бежать, потому что за ней бежит Вронский. И дальше происходит эта встреча на станции Балагоя. Тоже очень интересный момент. Почему Балагоя? Балагоя находится ровно посередине между Петербургом и Москвой. Из Петербурга в Москву приехала другая Анна. Та Анна, которая была в Петербурге, ее не замечал Вронский, хотя был знаком с ней, повторяю. На это есть точные указания в романе. Когда они разговаривают с Стивой, они вместе встретились на вокзале. Стива встречает сестру, Вронский встречает матушку. Вронский говорит, кого ты встречаешь, Стива? Говорит, хорошенькую женщину. Вронский говорит, ха-ха, конечно, да-да. Зная, так сказать, о похождениях Стива. Он говорит, да нет, сестру Анну, верно, ты ее знаешь, Каренину. Вронский говорит, Каренина, ему чудится, представляется при этом имени что-то чопорное и скучное. Стива говорит, ну мужа-то его, Каренина, ты знаешь, его весь Петербург знает. Он говорит, ну да, Каренин, да, важный, умный, да, божественное что-то. Вронский офицер, вронский гвардеец, вронский военный, для него чиновники, это, так сказать, серые мыши какие-то. А дальше, когда он сталкивается с Анной в агоне, а потом проходит к матери, а Анна возвращается, потому что она не видит Стиву, Стива еще не подошел. он говорит, мы ведь знакомы, но мы коротко знакомы, извините, что я вас не узнал. Она говорит, а я бы вас сразу узнала. И она узнала его сразу, потому что до этого они говорили с матерью постоянно об Алеше. И почему Балагоя? Потому что Балагоя находится как раз посередине между Москвой и Петербургом. То есть это такой водораздел, это граница. Вот в Москву из Петербурга приехала другая Анна, дальше она уезжает в Петербург, она должна вернуться в прежнее свое состояние. И она вернулась бы в прежнее свое состояние. Ее встретит Каренин с его хрящеватыми ушами, с его тонким голосом, с его таким, как он шел, ворочая тазом. Тоже, это ведь не Толстой описывает так Каренина. Это так его видит Анна, впервые видит так своего мужа, потому что она уже влюблена в Ронского. Но она вернулась бы в прежнее свое состояние, в свою прежнюю жизнь. Верной жены, покорной жены, своего мужа, которого она не любит, но которым она родила ребенка и так далее. Все вернулось бы на круги своя. Но ее настигает Вронский, который уже безоговорочно у нее влюблен. И они сталкиваются на перроне, Анна выходит подышать, и Вронский выходит выпить сельсерской воды. И она видит офицера. Тоже интересный момент. Он стоит к ней возле фонаря. То есть ей бьет в лицо фонарь. Она не видит его лица, но она мгновенно узнает, что это Вронский. Она сразу понимает, что это Вронский, потому что она ждет его. Ну и дальше происходит это объяснение в любви, а дальше они приезжают вместе. Ну не вместе, в разных вагонах. Она приезжает в Петербург, ее встречает муж, а дальше уже Вронский подходит и напрашивается, в общем, на визит к нему в дом. Потом не встречается в салоне Бетти. И происходит то, что происходит. Вот язык танца, он выражает иногда больше, чем выражают слова. Слова, которыми Анна говорила с Китти, это одно. А когда она появляется на балу, и то, как она одевается на бал, это другой совершенный язык. Она, конечно, одевается для того, чтобы поразить Вронского. Она знает, что там будет Вронский. Она понимает, что она предаст Китти. Она, может быть, не думает, что это произойдет. Может быть, Вронский не пригласит ее на мазурку, а пригласит все-таки Китти. Но она надеется на это, потому что она уже, конечно, тоже влюблена в него. И вот этот язык танца, язык одежды на балу, он иногда важнее того, что говорят люди друг другу. Того, что говорят люди друг другу. В сущности, на балу уже происходит то, что произойдет в дальнейшем романе. Произойдет измена. Вронский, ну, как изменил? То есть, ну, изменил, да, безусловно, Китти, потому что нельзя было так заигрывать с девушкой, а потом так ее оскорблять на балу. Но Анна предает Китти. Потом она также изменит мужу и предаст, в общем, своего сына, который останется с отцом. То есть, все уже происходит. Во время вот этих приглашений, во время самого танца все уже происходит, что потом произойдет в романе. И уже можно предчувствовать гибель Анны. Почему она бежит с балла? Потому что она боится. Она боится. Но Толстой не был бы толстым, если бы все происходило не так, как в романе, а так, как происходит в жизни. Этим, собственно, и отличается Анна Каренина, может быть, от других мировых романов, что там все происходит не как в романе, а как в жизни. Анна, на самом деле, спасла Китти. Она лишила ее иллюзий в отношении Вронского. Ведь до этого Китти отказала Левину. Левин сделал ей предложение, Константин Левин сделал ей предложение, он влюблен в Китти. И Китти отказала ему, рассчитывая на то, что ей сделает предложение более блестящий человек, Вронский. Анна, лишив ее иллюзий относительно Вронского, как бы расчистила путь Левину к Китти. Пройдет время, конечно, какое-то. Левин тоже будет оскорблен этим отказом. Но потом произойдет их новая встреча. Это изумительная сцена, когда они будут объясняться на ламберном столике начальными буквами. Китти будет указывать. Это сцена буквально из жизни Толстого. Он также объяснялся в «Любви Софьи Андреевне». И, в общем-то, для Китти все закончится счастьем. Несчастье Бала для нее обернется счастьем. А для Анны счастье Бала обернется гибелью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok